МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации. Телерадо компания Гомель, студия Маргарита Шибукова. Добрый день. Гомсельмаш в 2016 году планует серьезно поширить рынки сбыта. Уже вызначены компании-партнеры, при посреднистве яких будет реализовываться техника, наладженный обмен технической информацией. Экспорт в огольном объеме поставок техники Голдинга Гомсельмаш займает 90%. В 2015 году продукция реализовывалась в 26 краинах света. Диверсификация рынка сбыта для завода является важным вопросом. Заключение контракта в твердой валюте завеспечит стабильную работу предприемства. Для дома реализация подобных планов потребует часовых выдатков. Как показывает опыт конкурента, у кого выйти на новый рынок потребуется от 3 до 5 годов. Суместная работа в этом на керунку сбоку предприемства и Министерство замежных справ повинно дать становший выник. В этом году планируется добавить 10-11 стран новых дальнего зарубежья с различной географией поставок. Допустим, европейские страны, начиная от Германии, Балканские регионы, Болгария, Сербия и также страны африканского континента, такие как, например, Египет и Южноафриканская республика. С первого студента молодым семьям в Беларуси стало простей погасить кредит на будущее обонно бытие жилья. Додатковую финансовую допомогу державы теперь гарантует указ номер 503. И он уступил усилу с пошатку этого года. И уже за первый месяц его день у Гомеля омаль 50 молодых семей отрымали финансовую поддержку. Новому указу сегодня у отделе будовництва Гомельского гарвы Канкама просвятили прямую линию. На какие суммы можно различовать, кто и про яких умовах. Вось основные пытания, которые поступили от Гомельшан. Дарыши отрымать поддержку, смогут молодые и шмодетные семьи только в этом случае, когда кредит был оформлен не на льготных умовах. При этом сумма допомоги залежит от количества детей. Когда у семьи выховывается одно дитя, финансовая поддержка в складе 40 бюджетов прожиточного минимума. А это больше, как 60 миллионов рублей. Семья с двума детьми может различовать на 80 бюджетов прожиточного минимума, с трыма на 100. Дарыши такая форма допомоги молодым семьям исновала и ранее, однако суммы поддержки были удвоян нежейшие. Самое главное условие состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий именно семьей. То есть не одному человеку, а именно муж, жена, либо мама и ребенок зарегистрироваться в это жилое помещение, иметь в эту собственность, не льгут на кредит. Если эти условия все совпадают, вы можете обратиться в одно окно горысполкома «Советская-16» и подать документы. Заявка разглядается на протягу месяца. Вогуле только за студень за потребность вернулись десятки семьев. Сярут их и ты, кто оформлял кредит, я шел в 2008-м годе. И уже на сегоднях эти люди смогли целиком выплатить сумму кредиту. Сегодня у Гомеля отбылась видоселекторная нарада комиссии по справах неполнолетних, а был выконкам с батьками, шея дети научаются во установах средней специальной и профессийно-технической эдукации региона и потребуются до себе повышенной педагогичной уваги. Паша с видоселектора до запрошенных батьков взвернулись а проставники субъекта профилактики. Размова и шла об суместной работе по недопушению здеснения подлетками, злашинству и правопорушению. Зараз во установах средней специальной и профессийно-технической эдукации Гомельшины научаются каля 13 тысяч человек. Больше, как 9 тысяч из них, я ше не досягнули 18-годового взросту. На улику в инспекциях по справах неполнолетних находится каля 700 таких наученцев. До того же было означено, с 2009 по 2013 год на территорию Гомельшины назиралося знижение колькости правопорушений з уделом неполнолетних. Однако с 2013 года ситуация изменилась у горши бок. Лето сіме было здеснено 187 злашинствов. У основном это дробное хулиганство, крадяжи и правопорушения, звязанное с незаконным оборотом наркотыков. Як правило, они здесняются у вечерниці нашны час и досыць часто у стане алкогольного опьянення. Подобная форма работы, каля инспекция по справах неполнолетних гомельского облвыконкама сумесно с субъектами профилактики супрацуннейшей яшей с батьковской громадскостю, отрымала пошаток только у концы минулого года. А там уселитаяна будет протягиваться, тем больше, что плану по узамодейни шмат. Мы сначала постараемся дать информацию полезную родителям, ну а затем нами будут предприняты конкретные меры. Например, в частности, есть такие факты, когда подростки длительное время не посещают занятия, поэтому после этого совещания все учреждения образования, где есть такая проблема, подготовят и направят письма в комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства родителей. В дальнейшем мы планируем, что родители вынуждены будут отправиться именно в то учреждение образования, где их чадо обучается решить те проблемы, которые есть. Протягиваем выпуск. У Гомеля подвели выники третьего областного конкурса сяродноученцев и работника установ профессионотехнической и средней специальной эдукации спадшина. Переможцы и номинанты отрамали дипломы, каштоны подарунки и премии. Организатором этого цикавого и одночасово познавального конкурса заявляется областная организация республиканских громадских объединений «Белая Русь» совместно с управлением эдукацией Аблвыконкама. Вероника Ворошилина, протягни. Областный конкурс сяродноученцев и работников установ профессионотехнической и средней специальной эдукации спадшина селита был накированный не только на патриотичное выхование молодей, а и популяризацию родной белорусской культуры и ее традиций. Конкурсанты выполнили доследшие працы, присвеченные региональным особливостям, национальной вышивки, одеяния мифологичных абярыгов, рушников и инших знаковых для белорусского народу речев. А так само на працулке представлены праздекративно-прикладную творчесть, выставу саморобных лялек, жаночих упрыгожеваний, предметов соломы и лазы. Есть известная фраза, что мир – открытая книга. И отрадно, что наши ребята эту книгу не просто листают, а изучают глубоко и содержательно. И те традиции, ту культуру, которая была раньше у нас, они привносят в наш современный мир, используют в современном быту, и что они действительно помнят о том, что без прошлого нет будущего. Вызначить пероможцев членам журы было довольно непросто. Все лето на конкурс поступило каля 250 работ 49 установ адукации в Омельской области. Они ураживали глубиной своего доследчего аспекта. Обранная тема разглядалась и выучалась в разрезе полного района, города, везки и навод семьи. Выучение самобытной белорусской культуры, яка казалась для сучасной молоди, тема актуальна и займальна. У своих доследших працах конкурсанты навод пропоновали особистый пункт гляджения на контвыкорастания особных культурно-историчных крыниц в процессе адукации сучасной молоди. У целом, пытанию формирования у подрастающего поколения поважливого и биражливого ставления до своей истории, культуры, национальных каштовностей у нашей краине надается особливая увага. И областный конкурс «Спадшина» так само относится звеном у ланцужку гэтой важной работы с молодзю. Изыскательская работа позволяет сегодня детям увлечься историей своего родного края, историей своего государства, историей своей семьи. Это формирует чисто человеческое качество. И, конечно, то, что мы сегодня очень часто слышим, белорусы характеризуются толерантностью, уважительным отношением к людям, сопереживанием, готовностью оказать всестороннюю помощь. Это и есть результат той работы, которая проводилась ранее, будет проводиться в дальнейшем, проводится сейчас с молодежью нашей страны. Вероника Варашилина, Михаил Рабко, телер, радио «Кампания Гомель». Эпспорте. Ганбольный клуб «Имя Лёвина» с Новополоска напереды не стал гостем на спортивной пляце у Цыгомеля. У областным центра прошел черговый матч первого этапа национального чемпионата. Напереды дни этой встречи гомельчане не займали другое место у турнирной таблицы. Имели у своем активе 19 очков после 13 проведенных матча. Новополоска разместились на третьем ротку с 10 очками. От ближайших проследователей утреба было отрываться еще больше. Ольга Вальченко протягнет. Практично одразу после стартового свистка у первой отации линейного мельчан Анатоль Петароша открыл лику матча. Уже на третьей хвилине с встречи у вороты гостей был призначен 7-метровый штрафный кидок, который успехово отбил Вадим Котов. Але после полторного призначения 7-метрового Денис Волынцев подвою лик. У попередней с встречи с Гомелем новополочане змагались до опушнига, а в этот раз помилок было занадто шмат. Наша команда провела матч очень плохо, очень много было потерь и удалений. У нас есть проблемы кадровые, ну и скамеечка маленькая. Отсюда все и проходит. Недренно в первом тайме гуляли галкиперы. У вынику лик перед перепынком был 15-10 на корысть Гомеля. У другом тайме гости продемонстровали серьезные проблемы в обороне и Амаль перестали змагаться. Выниковый лик с встречи 33-19 на корысть Гомельчан. Однако господары Пляцовки записывать, гадематчу свой актив не спешалися. Победа в принципе добыта, но все, что планировалось, какие-то новшества, к сожалению, не удалось опробовать. С удаления поторочи, центрального защитника, ну и такая какая-то игра, все-таки, не сказал бы, что очень хорошая, потому что, наверное, все-таки сказывается наш календарь, что мы играем там две недели раз, поэтому не всегда приходится команду подвести в игровых кондициях к этой игре. Вольга Вальченко, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». Эфир телерадио «Компания Гомель» на телеканале «Беларусь-3» сегодня пошнется у 18 годин 25 хвилин. У программе «Проекты сказано» зроблена де-факто и «Рудит пятерка». Гэта и иншая программа, так само информационные выпуски вы можете знайсти и на нашем сайте tvrgomel.by. На этом по колюсе у студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин